Всем привет! Меня зовут Алена, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня понедельник, 30 сентября, я начинаю новую вышивальную неделю. Предыдущую неделю я не снимала, так как она по разнообразным причинам получилась не особенно вышивальной. Я приступила к вышивке только поздним вечером в четверг, ну и там мне уже осталось мало, я решила просто не снимать. Но, конечно же, расскажу вам, чем я занималась. Здесь вышивала я в основном только одну работу, это мой водолей по схеме от Химерова. И сейчас видите будущий результат перед собой. Сегодня последний день отчета в СПМ больше, чем просто большая. Я как раз уже успела отчитаться, дошивала сегодня утром вместо завтрака последние крестики. Но это, посмотрите, у меня готов еще один ряд работы. Я оставлю вам сейчас небольшой коллаж, который я делала тоже для отчета, где вы можете сравнить было-стало. То есть был у меня готов один ряд, теперь готово два. Я очень довольна, конечно, этой работой. Чем больше я вышиваю, чем больше проступает рисунок, тем больше она мне начинает нравиться. Сейчас, скажу вам, такой забавный момент. Буквально вчера мимо этой работы проходил муж, он совершенно не интересуется моей вышивкой. Ну, в том плане, что он, конечно, да, говорит, я очень рад, что у тебя есть хобби, тебе нравится, ну вот сиди вышивая. Что конкретно я там вышиваю, какие картины, дизайны, это его как-то совершенно не интересует. Ну и, соответственно, я с ним никогда особо на эту тему и не заговариваю. Зачем? У меня есть YouTube, есть другие разные социальные сети, где я могу поговорить с единомышленниками. Так вот, он как-то прошел вчера случайно мимо этой вышивки, пока я сидела, работала. Взглянул такой, говорит, о, ты какую тут водичку, море вышиваешь, да? Знаете, я так обрадовалась тому факту, что даже в таком небольшом, ну вот он имел в виду именно вот эту правую часть, где у меня такое пока смешение еще крестиков, тем не менее, он все-таки угадал. Здесь, конечно, не море, но здесь река, да, я рада, что это даже на его взгляд было похоже на реку. Но я немножко от всего этого устала. От всего этого я имею в виду, что от такой неопределенности, то есть что-то здесь похоже на реку. С левой стороны, да, видно вот эти клубятся облака, но тоже пока еще все очень-очень неопределенно. И я хочу поменять, в очередной раз поменять свой способ вышивки. Я попробую вышивать фрагментами. В следующий раз я займусь вот этим левым, хотя, да, я люблю эти справа налево, но посмотрите, здесь справа еще очень много вот этой воды, мне хочется от нее отдохнуть. Поэтому я перейду на левую сторону, вышью всю вот эту вот голубую область под цветком и вышью листья цветка. Но я, конечно, не уверена, что все я это сделаю за один присест, но просто работать буду теперь именно над этим углом картины. Я хочу все-таки уже вот эти листья полностью видеть, наверное, и вот здесь голубой цвет тоже закончу. Ну, посмотрю. Но вот пока этот угол не будет готов, я не хочу возвращаться к этому опять, к такому немножко неопределенному элементу картины. Нет, хочу вот, хочу, чтобы у меня были готовы листики, хочу, чтобы хоть какой-то элемент уже был полностью готов. Ну, ближе-то я вам рассказала о том, чем занималась на прошлой неделе в ближайшее время, пока, наверное, да, на всю неделю я эту работу откладываю. И моим основным процессом будет теперь слон. Буду вышивать, вот так он сейчас выглядит, буду вышивать моего слонника, посмотрим, насколько за неделю я продвинусь. Забыла, хотела посмотреть перед видео, по-моему, что-то около 7, что ли, тысяч или 7 с чем-то мне оставалось. Не помню, я подпишу вам потом, сколько конкретно мне осталось крестиков. Конечно, нет, за неделю я это не одолею, но надеюсь, что какой-то ощутимый такой прирост за неделю у меня получится. И еще один небольшой процесс, который мне на прошлой неделе занималась, это моя снеговушка от жартица. Посмотрите, я закончила первую часть лицевую, все у меня готово, очень яркая, красивая игрушка получается. Мне, кстати, почему-то кажется, а может только кажется, что она как-то немножко поменьше, чем снеговик. В общем, нужно будет его достать и сравнить. Эта часть у меня уже готова, и я перешла к обратной стороне. Вот такого результата уже успела достичь, то есть полностью у меня готов. Ну, почти. Здесь вот фарточек, такой вот выгрызанный кусочек. Это здесь будет желтый фартук, вот его нужно вышить, и полностью будет готов уже. Готова нижняя часть. Знаете, я думаю, что вы посмотрели уже мое видео о том, что я хочу успеть вышить до наступления Нового года, и там я говорила, что эту снеговушку я бы хотела завершить в сентябре. Хочется финиша, ну, как-то так я люблю такие отчетные даты, да, закончился месяц, хочется готовой работы. Ну, так вот сегодня последний день сентября, и я так подумала, может быть, устроить себе какой-то такой марафон, не марафон. Ну, в общем, я очень хочу постараться завершить эту часть сегодня. Конечно, речь не идет о том, что я успею вышить, сшить, набить. Нет, это совершенно точно нет. Мне бы хотя бы вышить. Вы знаете, если все сойдется, у меня сейчас есть приблизительно час, пока ребенок спит, сейчас день. Утро я потратила эти, ну, я вам уже сказала, пожертвовала завтраком, но дошила последние крестики в ряду на Водолее. Кстати, за сентябрь у меня получилось две двести, что ли, тысячи. В общем, две с небольшим тысячи крестиков за сентябрь я на Водолее сделала, ну, неплохо. Для начала неплохо. Так вот, у меня есть приблизительно час сейчас в обед. Нет, у меня будет час вечера во время тренировки, потому что мама придет посидеть с младшим сыном. Ну, и у меня будет ночь. Да, уже сколько там я смогу времени уделить ночью, это зависит только от меня. Так что попробуем. Почему бы нет? Я прикинула по схеме, там, ну, может быть, 500-600 где-то крестиков. Но если очень постараться, то сделать все реально. Так что давайте завтра с вами встретимся и посмотрим, удалась ли моя задумка. Ну что ж, моя снеговушка готова. Да, я, конечно, не смогла уложиться в понедельник. Я вышивала, честно говоря, тогда очень мало. В основном занималась этой работой во вторник. 593 крестика я здесь выполнила. Вот, кажется, всегда так мало. И, ну, что тут маленькая игрушка, что тут вшить, что вышивать. А в итоге все-таки, да, я потратила на нее весь вторник. Ну, все время сколько могла уделить вышивке. И сегодня, сегодня утро среды. Я вот быстренько доделала бэк, но бэка действительно очень мало. Буквально на 20 минут работы. Так что все, игрушку можно считать готовой. Осталось, конечно же, оформить, вырезать, набить, шить. Но немножко попозже я этим займусь. Как-то от нее слегка-слегка устала. Но буду считать уже, что она закончена. Дальше. Вчера я сходила, не забрала свой небольшой заказ из магазина «Стежок за стежком». Я первый раз заказывала в этом магазине. Мне все очень понравилось. И там небольшие накладки с доставкой меня, в общем-то, не смутили. Это не вина магазина, а вина... Не знаю, вина, не вина. Ну, в общем, немножко он там заказ задержался, но мне было не к спеху, так что все в порядке. Такую еще очень красивую упаковку у них. Оставила вам показать мелочь, а приятно, согласитесь. Вроде бы она и не нужна, но очень нравится. И вот такой вот вкладывают небольшой буклетик. Я подозреваю, что во все заказы здесь бесплатная схема от Дюрэн Джонс. Такая милая девочка с тыквами. Очень приятно, что схема подходит по сезону. Даже вот эти вот украшательства, да, листочки. Я подозреваю, что зимой, наверное, приходят какие-то другие буклетики. Но бог с ним с буклетом. Самое главное, что здесь есть. Посмотрите, магазин вкладывает небольшие образцы тканей, которые у них есть. Здесь три образца. Кинстон, Мурана и Белфест. Да, конечно, они не подписаны, но ткани настолько разные, что их очень легко можно самостоятельно идентифицировать. Естественно, Белфест, он сразу бросается в глаза. Очень приятный песочный оттенок. Мурана – это стандартный белый цвет с люрексом. Ну, на Новый год как раз самое оно. И тот кусочек, которому я безумно рада, это Кинстон. Оттенок здесь какой? 3077. Не знаю, что за цвет. Я очень плохо ориентируюсь в цифрах. Знаю только 100 и 101, но 52, 53. Все остальное для меня темный лес. Это 56-й каунт. Я очень давно хотела, я смотрела на эту ткань в этом магазине, хотела заказать просто маленький кусочек, хотя бы посмотреть, что это такое. Насколько тут, ну, я, естественно, подозреваю, судя по каунту, насколько мелкие переплетения. Но вот здорово, наконец-то, чтобы получить такой кусочек и посмотреть на эту ткань вживую. Не представляю пока, для чего ее можно использовать. Я имею в виду, конечно, не сам этот кусочек, а, в принципе, такую ткань может быть для глади, для глади в вышивке техники гладь, не знаю. Но рада, что теперь у меня такие штучки есть. И, на мой взгляд, это гораздо полезнее. Я имею в виду такой комплимент к покупке. Гораздо полезнее, чем какие-нибудь там одинокие, не знаю, бобинки, коротенькие шнурочки или какой-то мне, по-моему, шелковый нить, что ли, когда-то присылала кусочек там, чего-то кусочек, то ли кружева, ну, какой-то, знаете, там буквально, я не знаю, 10 сантиметров, куда его денешь. А такие вещи очень даже функциональны. Ну, вот, может быть, если буду заказывать в этом магазине, со временем соберется какая-то такая коллекция образцов. Ну, и, собственно, о тканях. Я вот еще, чем я буду заниматься, это я буду обязательно подписывать название оттенков, потому что, как вы видите, они все идут здесь в цифровом обозначении, а я еще раз повторюсь, совершенно в цифрах не ориентируюсь, но вдруг когда-то нужно будет быстро искать, как-то по названию мне проще. Ну, брала классическую линду, достаточно большой отрез, но это всегда нужно в белом цвете. А остальные ткани у меня все очень маленькие. По-моему, 20 на 30, тут посмотрите, небольшие такие. Ну, то есть для каких-то дизайнов небольших они, конечно же, подойдут, но тоже в основном брала такие просто нейтральные цвета. Хотелось на них посмотреть. Два оттенка мурана. Ну, вы знаете, я боюсь, что сейчас это немножко бесполезно, конечно, все демонстрировать, потому что искусственное освещение, и мало что будет понятно. А остальное все белфаст. Это тоже большой отрез классический, 53-й сырой лен. Ну, и несколько еще раз скажу таких вот нейтральных оттенков. Думаю, что много это все белфаст, поэтому так и показываю кучкой. Много, подо что могут подойти. Единственное, что я вам сейчас покажу, мне кажется, что 99-й номер это цвет платины. Я вам уже показывала разницу, а может и не платино, показывала разницу между белфастом и Эдинбургом в своих апрельских стартах, когда один и тот же оттенок на разных тканях выглядит совершенно по-другому. Но вы посмотрите, здесь тоже белфаст и мурана, разные ткани, один номер оттенка, тем не менее, он совершенно другой. И даже не важно, что не совсем точно вам сейчас передаются сами оттенки, важно то, что вы видите разницу, насколько вот этот белфаст, он более сливочный, он светлый, и насколько тот же самый 99-й оттенок на мурана, он смотрится более плотным и такой темно-бежевый. И Даня сказала вам, что все края обработаны оверлоком. Очень приятно, я довольна своим заказом, все мне понравилось, так что, наверное, буду продолжать. И, собственно, давайте совсем уже здесь все уберем, покажу вам основной процесс, которым я буду заниматься в ближайшее время. Возвращаемся к моему слону. Да, я вам его уже показывала, но сейчас давайте у нас сохранится такой стоп-кадр, чтобы вы видели мои продвижения. Сегодня мне будет помогать, с тренировкой у старшего сына мне будет помогать моя мама, поэтому мы остаемся дома с младшим ребенком. Я надеюсь, что все дела успею переделать, и вечер у меня будет свободен для того, чтобы повышевать. Да, очень хочется к нему вернуться. Буду дошивать ногу, хвост и перейду к траве. Хотя, конечно, очень хотелось бы уже дальше к слону пройти, мне как-то его вышивать веселее, чем траву, но не хочу самое сложное оставлять напоследок, так что буду идти последовательно снизу вверх, как проявляется рисунок. Наверное... А, не все. Подождите, я же вам еще самое интересное не рассказала. Раз я закончила снеговушку, значит, у меня больше нет. Моего дорожного процесса, и нужно подготавливать новый, так как завтра утром у меня занятие у старшего сына, мне, соответственно, там практически полтора часа сидеть, чем-то заниматься нужно, поэтому сегодня еще одно важное дело, которое нужно сделать, это подготовить мой новый дорожный процесс. Вы сейчас видите перед собой картинку того, что у меня получится. Это будет работа в стиле Blackwork, поэтому соберу сегодня все материалы, все материалы, наверное, даже сделаю какие-то первые крестики, чтобы уже точно знать, где и чем-то мне заниматься завтра во время занятий. Так что, да, наверное, я даже все-таки начну с подготовки процесса сейчас, а вечером уже перейду на вышивку слона. Четверг, показываю вам мои продвижения в слоне, они были, к сожалению, очень небольшие вчера, всего 193 крестика я вышила, и этого мне хватило, чтобы закончить ту часть слона, которую я собиралась вышить, то есть у меня полностью готова вот эта нога и хвост. Но я очень надеюсь, что сегодня-таки все-таки приступлю к вышивке травы. И утром было занятие у старшего сына, в время которого я вышивала свой дорожный процесс. Посмотрите, как я в нем продвинулась. О, он даже тут лежит. Очень красиво получается. Вышивать действительно удобно. Ну, как бы, честно говоря, конечно, с этими тут четвертинки, листочки, вот эти отдельные маленькие крестики, я с ними немножко повозилась, но зато потом уже, когда перешла непосредственно к вышивке, как это называется, бэкстич, да, то есть сами вот эти тонкие линии уже, конечно, гораздо проще. Заправила одну ниточку в иголку и вперед. Кстати, иголки я поменяла, я как-то сразу не сообразила, что нужно было взять острую иголочку. Я всегда стараюсь ушивать бэк острыми иголочками, но взяла девятый номер от пони. Я люблю иголки пони, они меня абсолютно всем устраивают. Осталось мне из этой еще серединки обшить сам вот этот квадратик. Ну, даже он просто вышивается, обшивается и снаружи, и внутри бэком. И потом у меня пойдет элемент, который я назвала звездочки, которого будет очень много. То есть я буду вот эти вот границы элементов выполнять. И я тоже думаю, что как раз-таки должно быть все легко и просто. Пока нравится. Очень нравится. Еще раз убедилась в том, что цвета хорошие подобрала. Так что буду продолжать работу. Единственное, что на этой неделе, наверное, больше уже... Да, я больше не смогу этой работой заняться, потому что занятия будут, но я буду ходить туда вместе с младшим сыном. Так что пока нет. Придется отложить до следующей недели. Но меня, конечно же, еще ждет мой слоник и трава вокруг него. Наступило воскресенье. Да, много прошло времени. Конечно, такой большой перерыв в съемках в мои планы не входил, но жизнь это жизнь, и планы это планы. Они очень редко на самом деле сходятся друг с другом. Так что давайте просто смотреть, что за это время у меня на работе прибавилось. Прибавилось, к сожалению, не очень много, ну как для такого количества дней. Около, ну практически тысячу крестиков я вот в этой области вышла. Собиралась сначала заниматься только зеленой травой. То есть вот здесь вот думала идти дальше, а потом решила, зачем лучше сразу же весь вот этот, всю эту часть вышить. Я так понимаю, что то, что выполнено в Сепии, сейчас я возьму превью. Это как бы более дальний план. Посмотрите, то есть я думала сначала всю вот эту вот зеленую как бы в эту сторону идти, но решила, нет, решила, что доделаю вот здесь это дерево, потом уже перейду в левую часть, полностью вот это все и зеленое, и вот это все-все-все вышью. Но как-то мне это вышивать нравится меньше, чем слона, поэтому я думаю, что нужно сначала расправиться с не очень любимой частью работы, а потом уже возвращаться к слону. Он как-то вышивается и повеселее, и попроще. Вышью слона, сделаю полностью бэк, потому что он только на слоне и на траве вот здесь внизу присутствует, а небо оставлю уже на самую, на закуску, потому что это самая-самая простая часть работы, и там вообще особо делать будет нечего. Так что, да, вот за эту неделю у меня, да, это, наверное, тысяча у меня получилось все вместе, то есть то, что я вот здесь немножко дошивала, и эта часть, вот это практически тысяча за неделю у меня прибавилось. Немного, но главное, что работы не стоит. Дальше я покажу вам свою подушку свою, которую вышивала, пока укладывала детей, но что-то, знаете, они как-то надо мной так, опять-таки, жизнь в очередной раз изменилась. Всего пару вот здесь, вот рядочков у меня прибавилось, потому что младший сын что-то, не знаю, у него что-то происходит, и весь ритуал укладывания у нас сбился, что-то сейчас ничего не получается, не читать, не вышивая, так что пока я этот процесс вообще, в принципе, отложу, заморожу, я там еще успела и наошибаться, взяла, вот кажется, ну что проще за шеей просто белым цветом, огромный кусок там, наверное, крестиков 200 примерно, ну чуть побольше, 250, вот возьми и вышли. Нет, я ошиблась с цветом, сначала вышила, потом увидела, распарывала, в общем, схема элементарнейшая, ошибок что-то я в ней постоянно как-то делаю, и не знаю, нужно отложить. Во-первых, и времени нет, и как-то вот что-то не идет этот процесс, пока я его отложу. Но отказываться, конечно, не собираюсь, и не знаю, эти зверушки до сих пор меня как-то безумно к себе влекут, я все-таки хочу увидеть готовый результат в детской. Но закончить я хочу на суперпозитивной ноте. В предыдущий раз, когда я показывала вам свой дорожный процесс, я сказала, что больше вышивать его на этой неделе не смогу, и, в общем-то, по плану все действительно так и было, но когда мы собирались на рисование, по субботам мой старший сын ходит на рисование, и мы его там ждем вместе с младшим, я решила, ну я возьму, ну вдруг он много места не занимает, а вот взяла ему там и новые карандаши, и он рисовал, а конструктор дома, ну может быть он будет чем-то занят, я хоть немножко повышеваю. И действительно сын так увлекся своими игрушками, что я очень хорошо успела повышевать. Сейчас я выполнила, как вы помните, у меня была готова серединка, и был готов вот этот синий квадрат большой в крестиках, я его полностью обвела по контуру, как вы видите, снаружи и внутри он обводится по контуру, и уже начала вот эти цветочки, звездочки, в общем, из этих элементов уже начала вышивать. Дальше очень удобно, очень легко, но действительно вот первый цветочек вышел, а дальше уже на схему никуда смотреть не нужно, одну ниточку заправила, все легко и просто, это правда, но действительно такой идеальный дорожный процесс получился, я надеюсь, что все будет идти достаточно быстро. Креплюсь в начале элементарно и просто микро стежком раскол нити основы, очень хорошо и плотно держится даже на достаточно большом каунте, ну а в конце я думаю, что буду, пока у меня, конечно, нитки заканчивались только в районе крестиков, я крепилась под крестами, но я думаю, что и здесь я найду, в принципе, видите, получается у цветочков такая, ну есть вертикальные стежки, я под ними смогу закрепиться, такая изнанка получается, я главное всегда проверяю на просвет, чтобы нигде у меня случайно не вылезли никакие перетяжки, чтобы потом все, потому что, наверное, буду делать, конечно, белую подложку, чтобы поярче смотрелось, а тут, видите, он слом просвечивает, все-таки, да, каунт не очень мелкий, ткань неплотная, я как-то не особо жаловала Бритни, даже говорила о том, что она мне не нравится, я вышивала на ней свою первую работу, это дизайн из журнала, из французского журнала, кафе, парижское кафе, если вы помните, то, что у меня теперь как обложка на одном из моих рукодельных ежедневников, так вот, там я вышивала на Бритни и говорила о том, что мне эта ткань совершенно не понравилась, но то ли на ней хорошо смотрится Blackwork, то ли я лучше научилась натягивать, может быть, просто как-то, в принципе, я уже лучше вышиваю, все-таки та работа была первая, и сейчас я выбором ткани очень-очень довольна, вообще этой работой безумно довольна, мне нравятся цвета, нитки, и я в восторге, честно. По-моему, я вам не успела сказать, а может сказала, в общем, оттенок этой ткани, он один в один совпадает с оттенком стен у нас в спальне, так что, когда все получится, я прям уже предвкушаю, я и процессом наслаждаюсь, и предвкушаю готовый результат, мне кажется, эта шкатулка будет очень хорошо у меня в комнате смотреться. Ну что ж, на этом я неделю буду завершать, не самая продуктивная, но все равно достаточно интересная, и слона я продвигаю, и снеговушку закончила вышивать, да, до сих пор не сделала, но я очень-очень буду стараться, пинайте меня, пожалуйста, в комментариях почаще для оформления моих работ, и да, новый старт, ну в общем, я в восторге. Надеюсь, в следующей неделе будет более продуктивной, ну и всегда так на это надеюсь. Ладно, спасибо вам большое, спасибо, что посмотрели, что были со мной, и до встречи в следующем видео. Пока!